Код неисправности OBD2 Техническое описание, нарушена связь с удерживающими устройствами, модуль управления распознаванием пассажиров, что это означает? Это общий диагностический код неисправности системы связи, который применяется к большинству марок и моделей автомобилей, производители могут включать в себя, но не ограничиваются ими, Dodge, Jeep, Ford, Land Rover и т.д. Этот код означает, что блок управления системой контроля водителя и пассажиров, РОССМ, и другие модули управления на автомобиле не взаимодействуют друг с другом, схема, наиболее часто используемая для связи, известна как связь по шине сети контролеров или, проще говоря, шина СИН, без этой шины СИН модули управления не могут обмениваться информацией, и ваш диагностический прибор может не получить информацию от автомобиля, в зависимости от того, какая цепь затронута, РОССМ обычно располагается под пассажирским сидением, он получает входные данные от различных датчиков, некоторые из которых напрямую подключены к нему, а некоторые отправляются по системе связи по шине, наиболее важными из этих входных сигналов датчиков являются датчики веса сидения, эти входы позволяют модулю определять, кто или что занимает пассажирское сидение, и в некоторых случаях насколько близко они находятся к подушке безопасности пассажира, РОССМ не предпринимает никаких действий, он просто предоставляет данные контроллеру удерживающих систем после того, как он определил, кто или что занимает пассажирское сидение, контроллер удерживающих систем может активировать преднатяжители ремней безопасности или активировать преднатяжители и пассивные удерживающие устройства, Подушки безопасности, действия по устранению неполадок могут различаться в зависимости от производителя, типа системы связи, количество проводов и цветов проводов в системе связи, серьезность и симптомы Серьезность в этом случае всегда высока из-за проблем безопасности, возникающих в нефункциональной системе управления удерживающим устройством, безопасность, это забота любого, когда вы обслуживаете эти системы, потому что они могут продолжать работать, даже если горят сигнальные лампы, всегда относитесь к этим системам так, как будто они могут работать в любое время, Симптомы кода двигателя У0154 могут включать, горит индикатор подушки безопасности или мигающий индикатор подушки безопасности пассажира Причины, обычно причины для установки этого кода следующие, обрыв, цепи СИН шины плюс разрыв в СИН шине, замыкание на питание в любой цепи СИН шины Короткое замыкание на массу в любой из цепей СИН шины редко, неисправный модуль управления процедурой диагностики и ремонта, хорошей отправной точкой всегда является проверка Бюллетеней технического обслуживания, ТСБ, для вашего конкретного автомобиля Ваша проблема может быть известной проблемой и с известным исправлением, выпущенным производителем, и может сэкономить ваше время и деньги во время диагностики Во-первых, обратите внимание, есть ли другие диагностические коды неисправностей, если какие-либо из них связаны с шиной, идентификационным номером автомобиля, ВИАН или аккумулятором, зажиганием Сначала диагностируйте их, известно, что неправильный диагноз возникает, если вы диагностируете код У0154 до того, как какой-либо из основных кодов будет тщательно диагностирован и отклонен Если ваш диагностический прибор может получить доступ к кодам неисправностей, и единственный код, который вы получаете от других модулей, это У0154 Попробуйте получить доступ к модулю РОССМ, если вы можете получить доступ к кодам из модуля РОССМ, то код У0154 либо прерывистый, либо код памяти, если не удается получить доступ к модулю РОССМ, значит, код У0154, установленный другими модулями, активен, и проблема уже существует Наиболее частая неисправность, потеря питания или заземления модуля РОССМ, проверьте все предохранители, питающие модуль РОССМ на этом автомобиле Проверить все основания для РОССМ, найдите на автомобиле точки крепления заземления и убедитесь, что эти соединения чистые и надежные, если необходимо, снимите их, возьмите небольшую щетку с проволочной щетиной и раствор пищевой соды, воды и очистите каждый из них, как разъем, так и место его соединения, если какой-либо ремонт был произведен Удалите диагностические коды неисправности из памяти и посмотрите, возвращается ли код У0154, или вы можете связаться с модулем РОССМ, если код не возвращается или связь восстанавливается, скорее всего, проблема связана с предохранителями, соединениями, вперед от соединениям разъемов На РОССМ убедитесь, что система выключается в соответствии с процедурами производителя Если нет, возможно повреждения автомобиля или физические повреждения из-за непреднамеренного развертывания подушки безопасности, также, подушки безопасности отсоединяются во время следующих испытаний в качестве заключительной меры безопасности Если код возвращается, найдите коммуникационные соединения СИН-шины на вашем конкретном автомобиле Наиболее важен разъем модуля РОССМ, который обычно находится за приборной панелью или за панелью на правой стойке B Перед отсоединением разъема модуля РОССМ отсоедините отрицательный кабель аккумулятора После обнаружения визуально осмотрите разъемы и проводку, ищите царапины, потертости, оголенные провода, пятна ожогов или расплавленный пластик Разъедините разъемы и внимательно осмотрите клеммы, металлические детали, внутри разъемов, посмотрите, выглядят ли они обгоревшими или имеют зеленый оттенок, указывающий на коррозию При необходимости очистки клемм используйте очиститель электрических контактов и щетку с пластиковой щетиной Дайте высохнуть и нанесите диэлектрическую силиконовую смазку в местах соприкосновения клемм Перед подключением разъемов обратно к модулю РОССМ выполните следующее несколько проверок напряжения Вам потребуется доступ к цифровому вольтометру, двум, убедитесь, что на модуле РОССМ есть питание и заземление Получите доступ к электрической схеме и определите, где основные источники питания и заземления входят в модуль РОССМ Перед продолжением подключите аккумулятор, при этом модуль РОССМ все еще отключен Подключите красный провод вашего вольтметра к каждому источнику питания Б+, напряжение батареи, входящему в разъем модуля РОССМ А черный провод вашего вольтметра к хорошему заземлению Если не уверены, отрицательный полюс батареи всегда работает Вы должны увидеть значение напряжения батареи, убедитесь, что у вас есть веские основания Подключите красный провод вольтметра к плюсу батареи, Б+, а черный провод, каждой цепи заземления Еще раз вы должны увидеть напряжение батареи при каждом подключении Если нет, устраните неисправность цепи питания или заземления Прежде чем продолжить, проверьте схему подключения и посмотрите, есть ли у вас одна или обе эти разные цепи связи в модуле РОССМ Выполните проверки, относящиеся к цепям вашего автомобиля Затем проверьте две цепи связи Найдите SINC+, или HSIN+, цепь и SINC, или HSIN-цепь, подключив черный провод вольтметра к надежному заземлению Подключите красный провод к SINC+, при включенном ключе и выключенном двигателе вы должны увидеть около 2,6 В с небольшими колебаниями Затем подключите красный провод вольтметра к цепи SINC, вы должны увидеть примерно 2,4 В с небольшими колебаниями Затем проверьте две другие цепи связи Найдите SINB+, или MSIN+, цепь и SINB, или MSIN-цепь, подключив черный провод вольтметра к надежному заземлению Подключите красный провод к SINB+, при включенном ключе и выключенном двигателе вы должны увидеть напряжение около 0,5 В с небольшими колебаниями Затем подключите красный провод вольтметра к цепи SINB, вы должны увидеть примерно 4,4 В с небольшими колебаниями Если все тесты пройдены, а связь по-прежнему невозможна, или вы не смогли очистить код неисправности U0154 Единственное, что можно сделать правильно, это обратиться за помощью к обученному автомобильному диагносту Поскольку это будет указывать на отказавший модуль ARO SSM Большинство этих модулей ARO SSM необходимо запрограммировать или откалибровать для автомобиля, чтобы их можно было правильно установить